Благодаря своему волевому характеру, только ей, несмотря на все преграды и свой юный возраст, удалось создать танцевальный коллектив, который до сих пор пользуется популярностью во всех странах мира. Уже с детства у Аллы был явный талант к танцам, которыми она занималась и посвятила всю свою жизнь. И ее целеустремленность позволила ей уже в 16 лет создать свою первую танцевальную группу «Эксперимент». В советское время зарубежная хореография была под запретом. Но Аллу Духову это не остановило. Она рисковала и обучалась современным движениям по видеокассетам. И это того стоило. Каждое выступление эксперимента было успешным. Группа занимала только призовые места. Молодому хореографу еще не было 20 лет, а она уже смогла открыть школу танцев и несколько студий по аэробике. Предложение объединиться, поступившее от мужского танцевального коллектива «Тодос», определило ее дальнейшую судьбу. Влюбившись в одного из танцоров, Алла Духова не смогла отказаться и отправилась с танцевальной группой в гастрольный тур. Вскоре она стала руководителем коллектива «Тодос» и начала свой путь к всемирной известности. Она работала только с лучшими танцорами. Несмотря на плотный график, молодая девушка находила время и наличную жизнь. В 22 года она вступила в официальный брак. В семье через некоторое время родился сын Владимир. Деятельность супруга Аллы была связана со сферой компьютерных технологий. Чтобы совершенствовать свои знания в этой сфере, Сергей принял решение переехать в Америку. Алла не смогла оставить родных, близких и коллектив. Семья распалась. Это был единственный официальный брак Духовой. Хореограф и сама понимала, что серьезные отношения при ее плотном графике практически невозможны. Но художник по свету, работающий в ее коллективе, отважился связать жизнь с руководителем. Однако он не учел, что властная женщина будет также править не только на работе, но и дома. Антон Кись стал отцом Константина, второго ребенка Аллы. Они расстались, но остались при этом друзьями и продолжают вместе работать в коллективе. Сегодня всю свою любовь и заботу она дарит своей первой внучке Соне, которую подарил ей старший сын Владимир. После окончания факультета режиссуры в Америке он посвятил себя созданию музыки и театральным постановкам. Сейчас у Аллы Духовой более ста танцевальных школ и собственный театр в Москве. Выступления ее танцевального коллектива поклонники ждут по всему миру. Благодаря своей целеустремленности и усердию она состоялась как профессиональный хореограф, заслужила всемирную известность, тем самым доказывая, что преданность делу и безмерное трудолюбие позволяют достичь великих результатов. Но, к сожалению, на личную жизнь времени не остается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было интересно? Не забудь поставить лайк и подписаться.